Функциональные объекты Технически функциональные объекты представляют собой классы, а также экземпляры классов, характерной чертой которых является наличие в их составе перегруженной операции круглые скобки. Перегрузка операции функции круглые скобки делает соответствующие классы обобщенными функциями или, как иногда еще говорят в такой ситуации, классами-функторами. В составе архитектуры STL существуют специальные базовые классы для реализации самых разнообразных функторов, которые, впрочем, имеют прежде всего ценность как инструмент интроспекции. Имена этих базовых классов, или, точнее говоря, структур, мы с вами уже упоминали. Это шаблоны Unary Function для функций одного и Binary Function для функций двух аргументов. Познакомимся с этими шаблонами структур подробнее. Как видно из текущего слайда, в составе шаблонов структур Unary Function и Binary Function присутствуют только конструкции TypeDef. Отвечая на вопрос о том, какой объем оперативной памяти занимают экземпляры конкретизации этих шаблонов, нетрудно видеть, что речь идет о структурах нулевой или единичной длины. Таким образом, ценность этих структур заключается не в том, какие атрибуты они содержат во время исполнения программы или процесса, а в том, на какие вопросы интроспекции отвечают. В частности, структура Unary Function отвечает на вопросы о том, какой тип имели единственный параметр этой функции, а также ее результат. Аналогичным образом, Binary Function отвечает на вопросы о том, какими являлись или являются типы первого, второго параметра, а также тип результат. Обращаясь к стандартным функторам STL, заметим, что они существуют для каждой из типовых арифметических и логических операций. На данном слайде представлены классы-функторы для четырех основных арифметических операций, а также для операции взятия остатка от деления и инверсии знака, той операции, которую в самом языке реализует унарный минус. Логические операции и операции сравнения, которые реализованы как функциональные объекты стандартной библиотеки шаблонов, представленные на текущем слайде. Обратите внимание, что предложенные STL-функторы для логических операций образуют функционально полную группу, а это значит, что все иные, отсутствующие в этом списке булевые операции, можно реализовать самостоятельно, путем несложной суперпозиции предлагаемых здесь объектов. Заглянем внутрь одного из таких функциональных объектов STL и обратимся к характерной реализации на примере функтора умножения, исходный код которого представлен на нашем слайде. Первое обстоятельство, которое следует отметить, это факт наследования такого функционального объекта от одной из ранее упомянутых шаблонных структур, а именно от binary function. Второе обстоятельство, которое помечено маркером с цифрой 2, это реализация, собственно, операции функции круглой скобки, которая, как видно из ее исходного кода, является оболочкой вокруг стандартной бинарной операции умножения. Операция умножения является замкнутой на своем множестве значений t, поэтому как ее аргументы, так и результаты принадлежат к этому типу, который используется как тип-параметр шаблона multiplies. Заключительной категорией объектов STL, которые мы рассматриваем в нашем видеокурсе, являются адаптеры. Понятие адаптера мы уже употребляли в контексте стандартной библиотеки шаблонов, когда говорили об адаптероподобных итераторах вставки, работающих не так, как традиционные итераторы замены, предоставляемые всеми контейнерами библиотеки STL. Адаптеры, аналогично ранее упоминавшимся итераторам, меняют поведение тех элементов библиотеки, по отношению к которым они применяются. Если адаптер корректирует так или иначе поведение контейнера STL, то речь идет о контейнерном адаптере. Аналогично существуют функциональные адаптеры и адаптеры для итераторов. Рассмотрим их подробнее. Итераторные адаптеры STL представлены в первую очередь так называемыми реверсивными итераторами или итераторами обратного обхода. Там, где это возможно, они меняют направление движения по контейнеру или по агрегату. В свою очередь контейнерные адаптеры STL меняют дисциплину организации самой структуры данных и, к примеру, превращают динамический массив вектор в стэк или очередь, или очередь с приоритетами. Технически такие контейнерные адаптеры являются шаблонами классов, которые принимают на вход тип параметр, определяющий несущий контейнер, то есть ту структуру данных, на основе которой физически будет организован новый, несуществующий в STL, контейнер. Так, стэк, который реализует дисциплину «последним вошел, первым вышел», «last in», «first out», «lifo», может быть реализован на базе любого из трех последовательных контейнеров STL. Впрочем, двусторонняя очередь или дек в этом смысле предпочтительнее, чем двунаправленный список и динамический массив вектор, а потому используется как несущий контейнер по умолчанию. Еще одной, не менее распространенной, чем lifo дисциплиной доступа к данным, является дисциплина «первым вошел, первым вышел», «first in», «first out», «fifo». Эта дисциплина соответствует контейнеру «очередь», которая может быть реализована как с приоритетами, так и без них. Очередь с приоритетами и очередь без приоритетов это два самостоятельных шаблона, которые выступают контейнерными адаптерами в STL и также строятся на основе последовательных контейнеров. В случае очереди с приоритетами одним из параметров шаблона поступает также тип функтора, реализующего операцию сравнения элементов очереди для обеспечения их правильной расстановки и выборки информации. Еще одна категория адаптеров STL это функциональные адаптеры. Функциональные адаптеры, которые также технически представляют собой шаблоны, предназначены для удобного конструирования новых функций из уже существующих. В качестве существующих можно использовать как ранее названные нами функциональные объекты STL, так и их разнообразные сочетания. Ситуация, в которой может потребоваться применение такого функционального адаптера, продемонстрирована в нижней части текущего слайда. Как следует из названия и наверняка известно нашим зрителям, обобщенный алгоритм FindIf представляет собой предикатную форму алгоритма поиска и позволяет найти первый элемент, который удовлетворяет некоторому условию. Условие это может быть сформировано как предикат по отношению к соответствующему элементу контейнера. В данном случае при помощи функционального адаптера BIND SECOND мы пытаемся сформулировать условие, гласящее элемент контейнера больше, чем 100. Посмотрим, как это делается. Во-первых, отношение больше фиксируется при помощи функционального объекта GREATER, экземпляр которого создается после конкретизации самого функтора типом значений, которые будут сравниваться. В качестве этого типа используется целый INT. Наконец, литерал 100 используется как связывающий, то есть фиксирующий конкретное значение второго аргумента самой операции сравнения или операции больше. Таким образом, композиция функтора GREATER и функционального адаптера BIND SECOND совместно с литералом 100 и формирует то самое условие нечто, в нашем случае это элемент контейнера, больше 100. Заметим, что отрицающая форма записывается почти так же просто. поскольку каждый из функциональных адаптеров является шаблоном, сами функциональные объекты представляют собой очень простые классы, содержащие в своем составе встраиваемую в исходный код операцию функцию, то эффективность такого кода гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд при анализе этих довольно громоздких конструкций. Однако их громоздкость вполне простительна, ведь в противном случае нам пришлось бы писать отдельную глобальную функцию или отдельный класс, как функциональный объект с перегруженной операцией функции круглой скобки. Так или иначе нам пришлось бы реализовывать отдельный процедурный или объектно ориентированный вариант предиката. Как в первом, так и во втором случае мы написали бы больше строк исходного кода и создали бы больше предпосылок к появлению непреднамеренных ошибок в нем. С появлением диалекта C++11 стандартная библиотека шаблонов пополнилась новыми элементами. В частности, пополнение коснулось последовательных и ассоциативных контейнеров. Среди новых контейнеров стл массив фиксированной длины array и однонаправленный список forward list. Необходимость в создании массива фиксированной длины обусловлено тем, что операции над вектором менее эффективны, чем операции над массивом постоянной длины, поскольку вектор должен учитывать возможность изменения, то есть увеличения, в частности, своего фактического объема. Массив array, который не умеет изменять свои размеры после своего инстанцирования, в этом смысле является более легковесным, а потому более производительным. Аналогичные соображения касаются и однонаправленного списка, который для тех задач, в которых он эффективен и достаточен, более производителен, чем двунаправленный список. Действительно, иногда нам необходимо перемещаться по контейнеру в обоих направлениях, а иногда достаточно только движения условно вперед. Как раз для этих задач возможно идеальным решением и окажется однонаправленный список. Впрочем, такой контейнер предоставляет более слабые итераторы, хотя это, конечно, не умаляет его прочих достоинств. Что же касается ассоциативных контейнеров, то их пространство в стандартной библиотеке шаблонов C++11 увеличилось сразу вдвое. Наряду с известными ранее упорядоченными множествами, мультимножествами, отображениями и мультиотображениями, в STL появились их неупорядоченные аналоги. Работа с неупорядоченными ассоциативными контейнерами строится с использованием хэш-функций. Последним обстоятельством объясняется возросшая сложность параметров соответствующих шаблонов. тем не менее мы твердо знаем, что для каждого контейнера, с которым вам удалось познакомиться, рано или поздно у вас найдется соответствующая подходящая задача. Рассматривая вектор дальнейшего развития обобщенных алгоритмов стандартной библиотеки шаблонов, можно сказать, что это развитие является вполне логичным и поступательным. Так, на базе предикатной формы обобщенного алгоритма поиска find-if появилась новая форма с говорящим названием find-if-not, в которой соответствующий предикат инвертируется. Аналогичные изменения коснулись и других категорий обобщенных алгоритмов stl. К примеру, теперь мы можем анализировать содержимое контейнера или его части на предмет того, являются ли ограниченные соответствующей итераторной парой элементы отсортированными или представляют ли они собой структуру max-hip. Наконец, можно ответить на вопрос, является ли содержимое одного контейнера перестановкой содержимого другого контейнера. Понятно, что эти алгоритмы не вносят ничего принципиально нового, однако их появление делает работу с соответствующими структурами данных более комфортной и, безусловно, более эффективной, поскольку для каждого из таких обобщенных алгоритмов, как и для алгоритмов предыдущих поколений, вводятся гарантированные оценки временной сложности. Наконец, в C++11 появились обобщенные алгоритмы, которые упрощают работу с итераторами, реализованными как встроенные типы соответствующих контейнеров. Новые функции являются глобальными функциями пространства STD и поэтому могут оказаться более удобными в ряде контекстов использования. Одной из сильных сторон языка C++, как мы уже не раз отмечали, бесспорно является поддержка множества парадигм программирования. В нашем видеокурсе мы уже уделили немало внимания обсуждению объектно ориентированного обобщенного процедурного метапрограммирования. Настало время обратить свой взор к еще одной парадигме, которая появилась в языке C++ совсем недавно. речь пойдет о функциональном программировании. Конечно, поддержка элементов функционального программирования в языке C++ носит довольно своеобразный характер, и в этом как раз сейчас нам предстоит убедиться. Тем не менее, появление в языке таких непривычных элементов, как лямбда функции и замыкание этих функций состоялось. И нам не остается ничего, кроме как обсудить эти новшества. Заметим, что впервые они появились в диалекте C++ 11, а в диалектах C++ 14 и C++ 17 продолжают активным образом развиваться. Итак, о чем же идет речь? Первое, с чем мы познакомимся, это лямбда функции и соседствующие с ними в языке лямбда выражения. Лямбда функции это первое и на сегодняшний день единственная категория функций в языке C++ которые могут определяться внутри иных, например, глобальных функций или методов классов. Своим названием лямбда выражения и лямбда функции обязаны так называемому лямбда исчислению одной из математических теорий о которой вы можете дополнительно узнать во множестве открытых источников. Лямбда исчисления строится вокруг математического а не программистского понимания понятия функции и заключается в возможности строить различного рода математические конструкции из функций передавать одни функции на вход для других функций принимать результат в виде функций и так далее. Лямбда функции будучи современным компактным аналогом функциональных объектов STL и классов функторов вообще могут использоваться в самых разных частях программ на языке C++. Однако наиболее востребованы они в ситуациях когда тем или иным несложным поведением необходимо параметризовать метод класса или глобальный алгоритм. Неудивительно что в этом смысле они стали более чем востребованы при работе с глобальными обобщенными алгоритмами STL и подобными им элементами стандартной библиотеки языка C++. Говоря о компактности лямбда функций нельзя не отметить один любопытный аспект. Они компактнее не только классов функторов которые необходимо определить а в их составе задать операцию функцию круглые скобки но и компактнее стандартных привычных нам 70-х годов процедурных функций. На это в частности указывает пример который представлен на данном слайде. Экономия как следует из примера является в частности средствами возможности не указывать имя такой лямбда функции а также тип возвращаемого ею результата. Имя такой функции вообще говоря не требуется а тип результата в простейших случаях может быть выведен компилятором автоматически впрочем в не самых простых случаях все гораздо менее тривиально попробуем разобраться с этими случаями поподробнее но для начала сформулируем правила которые стоят за примером продемонстрированным нами на предшествующем слайде как вы могли убедиться имя фрагмента кода при его преобразовании из традиционной формы записи в лямбда функцию опускается и на место этого имени приходит пара квадратных скобок которые пока у нас будут пустыми также опускается имя типа результата будущей лямбда функции в простых однооператорных случаях тип результата выводится компилятором автоматически в ситуации если в теле функции отсутствует явный оператор return тип такой однооператорной функции определяется как void в более сложных случаях компилятору необходима помощь и помочь ему можно с помощью еще одной новинки языка c++ хвостовой нотации типа результата как оформляется такая хвостовая нотация показана в примере на данном слайде закрепить синтаксические правила оформления лямбда функций в языке c++11 нам безусловно поможет пример предваряя который остановимся на ключевых преимуществах лямбда функций перед их аналогами напомню что конкурентами лямбда функций в более традиционных диалектах языка c++ являлись классы функторы а также указатели на функции из языка c возможность определять лямбда функцию в точке ее использования является пожалуй достаточным аргументом для того чтобы как минимум обратить внимание на эту синтаксическую новинку действительно лямбда функция легче других читается в ситуации когда она определяется там где это необходимо например в составе вызова обобщенного глобального алгоритма STL по поводу компактности записи лямбда функций мы уже сказали весьма немало и больше того привели наглядный пример для того же чтобы доказать эффективность лямбда функций необходимо приоткрыть завесу тайны над тем как на самом деле они реализуются компиляторами с языка C++ истинно заключается в том что с появлением диалекта 2011 года язык C++ не стал даже отчасти языком функционального программирования экземпляры лямбда функций оформляемые как анонимные лямбда функции равно как и лямбда выражения являются ничем иным как экземплярами классов которые автоматически определяются компилятором и используются именно как экземпляры классов именно в связи с этим возможность работы с внешними то есть окружающими лямбда функцию автоматическими переменными через механизм замыкания характерный для настоящих языков функционального программирования уже не кажется какой-то черной магией и не вызывает подозрений в том что язык C++ кардинально изменился а компиляторы с него нарушают или вводят некие новые правила на самом деле речь идет о работе автоматических переменных одна из которых является экземпляром автоматически же формируемого компилятором класса тип такой лямбда функции кстати заметим также зависит от реализации компилятора но перейдем к долгожданному примеру который проиллюстрирует использование как безымянных так и именованных лямбда функций начнем с первого анонимного случая лямбда функция используется как аргумент обобщенного алгоритма преобразования контейнера нетрудно видеть что результатом вызова алгоритма STL является контейнер V2 который получается на основании аналогичного вектора V1 но отличается в каждом из элементов суть отличия зафиксирована в составе лямбда функции которая указывает на то как преобразуются элементы вектора перед копированием каждое значение которое берется из вектора V1 перед тем как помещается в вектор V2 увеличивается на единицу так такие анонимные лямбда функции используются очень часто они являются однооператорными не требуют идентификатора а их тип определяется компилятором самостоятельно именованная лямбда функция по сути тоже не требует идентификатора однако мы все же его назначим поскольку в противном случае мы не сможем обратиться к одной и той же лямбда функции из разных точек программы а именно в этом и заключается наша цель когда от лямбда функций мы переходим к лямбда выражения лямбда функция которая сохраняется как экземпляр класса под именем лт 10 является предикатом и сравнивает значение своего аргумента с целым натуральным числом 10 следующие две строки кода иллюстрируют то каким образом можно использовать этот объект имя которого определяется нами самостоятельно а тип выводится компилятором причем для разных компиляторов этот тип может быть разным в первой строке мы обращаемся к подсчету элементов в составе контейнера которые удовлетворяют определенному нами предикату лт 10 понятно что в этом случае лямбда функция будет вызвана неоднократно однако возможен и однократный вызов лямбда функции по отношению к одному конкретному значению будь то значение переменной или значение константы порядок порядок синтаксического оформления именованных лямбда функций в наибольшей степени приближает нас к тому как лямбда функции как элемент функционального программирования на самом деле поддерживаются компиляторами с языка C++ об этой тайне мы уже говорили теперь мы можем посмотреть на оформление кода более критическим взором действительно LT10 это имя экземпляра класса тип этого экземпляра нас впрочем не особо интересует поскольку он определяется компилятором самостоятельно заметим что для разных компиляторов тип объекта LT10 тоже может быть разным наконец та часть выражения которая соответствует инициализации LT10 и находится справа от знака равенства это не что иное как параметр конструктора этой сущности с идентификатором LT10 далее будучи однократно созданным такой экземпляр лямбда функции может функционировать как обычная автоматическая переменная в частности он может передаваться на вход глобального обобщенного алгоритма STL count if как показано во второй строке исходного кода где объект LT10 выступает как стандартный фактический параметр вызова функции наконец как показано в третьей строке исходного кода мы можем обращаться к неявно определенной в составе данного объекта операции функции круглой скобки и использовать скобочную форму вызова для анализа различных скалярных переменных или констант теперь вооружившись пониманием того как на самом деле устроена реализация лямбда функций и лямбда выражений мы вполне можем считать такой код на языке C++ стандартным и соответствующим давно сложившимся и общепринятым правилам синтаксиса самого языка завершая наш разговор о функциональном программировании в языке C++11 еще раз обратимся к пока остающимся пустыми квадратным скобкам которые пришли на смену идентификаторам функций квадратные скобки могут использоваться для определения внешнего окружения функции которая может использоваться в ее составе наряду например с параметрами самой функции использование внешнего окружения представленного переменными автоматической памяти вообще говоря характерно для языков функционального программирования поскольку математики не склонны различать внутренний и внешний контекст вызова функции обращаясь к тем или иным математическим операторам они с легкостью используют в их составе любые переменные которые определены на огромной воображаемой маркерной доске с программой по этой причине в языке C++ также появилась возможность работать с механизмом замыкания лямбда функций как вы прекрасно знаете в языке C++ существует несколько способов передачи параметров внутри функции два из них а именно передача по значению и по ссылке распространяются и на переменные из замыкания порядок оформления замыканий бывает разным он может определяться как в отношении всех автоматических переменных в том методе класса или той глобальной функции в составе которой определена рассматриваемая лямбда так и по отношению к отдельным переменным что позволяет с одной стороны компактно а с другой стороны максимально конкретно указать каким образом мы ожидаем принять на вход те или иные переменные и собираемся ли это делать вообще в случае если замыкание пусто и ни одна автоматическая переменная из окружающего лямбду контекста не используется в ней самой квадратные скобки остаются пустыми в противном случае мы можем использовать те формы записи которые представлены на рассматриваемом слайде проиллюстрируем использование замыкания лямбда функций на примере который решим двумя способами с пустым и не пустым замыканием задача лямбда которую нам предстоит решить одна и та же и заключается в подсчете количество элементов вектора которые по своему значению не меньше чем некоторая глобальная константа n в первом случае замыкание лямбда функции пустое результат будет получен от обобщенного алгоритма STL countif который вернет количество элементов контейнера для коих предикатный параметр countif будет истинным в этом случае начальное значение автоматической переменной counten для нас значения не имеет поскольку любое случайное или ранее использованное значение будет перекрыто после успешного возврата результата алгоритма countif во втором случае замыкание лямбды не пусто и содержит переданную внутрь лямбды функции переменную counten обратите внимание что переменная counten передается внутрь лямбды по ссылке это означает что все изменения которые произойдут с ее значением внутри лямбды функции отразятся на самой автоматической переменной в этом случае мы должны предварительно позаботиться о том чтобы передаваемая внутрь лямбды через механизм замыкания автоматическая переменная имела правильное значение правильным в контексте решаемой задачи будет нулевое значение counten которое мы явным образом и определяем кроме того хотя это и не имеет уже прямого отношения к проблематике замыкания лямбды функций мы меняем алгоритм и на смену count if приходит обобщенный алгоритм for each который посещает каждый элемент контейнера и для каждого из них выполняет своеобразную обработку суть обработки заключается в вычислении логического выражения и подсуммирование его арифметического результата к переменной counten просьба арифметика переста просьба